17 мая в ГАЗ пристартовал 34-й международный Харакский форум «Политическое пространство и социальное время. Синергия смыслов и ценностей». «В этом году мы проводим 34-й Харакский форум. Он проводится с 17 мая по 20 мая. Харакский форум в последнее время в свете санкционной политики приобрел не только научный характер, но также и вектор научной дипломатии, как основной части гражданской дипломатии, народной дипломатии». Харакский форум проводится ежегодно и начал свою историю в 1997 году, когда в Ялте собралось более 300 участников из 15 стран мира. «Возник он в 1997 году. В этом году мы отмечаем 21 год. Возник по моей идее. Вот эту идею мы реализуем дважды год на протяжении 21 года в мае и в ноябре. Крым прекрасен весенний и осенний. И я считаю, что это такое место, которое действительно способствует научному обмену. И люди приезжают, участники наши из разных стран, из разных городов, с радостью делятся своими научными идеями». Харакский форум – это международная площадка для академических дискуссий, посвященных изучению новейших тенденций в развитии России, стран постсоветского пространства, а также мировых политических, экономических и социокультурных процессов. «Я в форуме участвую уже шестой раз, соответственно, с первого курса. И для меня это действительно полезно, так как у студентов есть возможность общаться с профессорами, с преподавателями, именно уже непосредственно, напрямую. И, соответственно, это помогает в диалоге поколений, с моей точки зрения». «Когда ты можешь спокойно говорить с профессорами, преподавателями и другими высшими чинами, которые ранее были тебе просто недоступны по статусу. Когда ты впервые что-то организовываешь, впервые начинаешь заниматься чем-то новым. Это очень хороший опыт». Форум продолжает традиции научного сотрудничества российских и зарубежных ученых, исследующих разнообразные теоретические проблемы, связанные с местом и ролью социально-политических и культурных процессов в современном обществе. «Я сама устраиваю очень много выставок. У нас, кстати, будет в воскресенье, будет открытие выставки художественных работ Великой княгини Ольги Александровны. Это младшая сестра государя, моя свекровь. И я привезла сюда приблизительно 100 с чем-то экспонатов. И вот монтируется сейчас эта выставка. И, пожалуйста, милости просим, если хотите, приходите». В работе форума приняли участие более 80 ученых из России, Сербии, Словацкой республики, Польши, Болгарии, Норвегии, Турции и Ордании. «Я в Крыму второй раз. Я очень рад, что принимаю участие в таком форуме. Тема моего доклада – взаимоотношение России с арабским миром, что, на мой взгляд, считается на сегодняшний день одной из самых главных и актуальных тем. «Я уже здесь была в прошлом году, на этой конференции международной, или, как скажется, Харакский форум. И мне очень понравилось, потому что ваш организатор Татьяна Александровна Синюшкина, она очень-очень хороший человек, какой организатор всех людей из многих отраслей науки. И это для меня очень интересно. «Я принимаю участие в Хараксском форуме с 1997 года, поэтому был здесь очень много раз. Мне нравится атмосфера этого мероприятия. Я встретил здесь много интересных людей с разных стран и очень рад быть сегодня здесь». В ходе форума обсуждался широкий круг теоретических и практических вопросов междисциплинарных исследований. Поднимались актуальные проблемы в сфере исследований геополитики и идентичности. Алена Арцебашева, Руслан Хохлов, Пресс-служба Крымского федерального университета. Алена Арцебашева, Руслан Хохлов, Пресс-служба Крымского федерального университета.